Здравствуйте! Я доцент кафедры истории, философии и социальных коммуникаций Омского государственного технического университета Гермезеева Виктория Викторовна. Предлагаю вашему вниманию лекцию на тему «Россия в эпоху Петра I». Начало XVIII века в России связано с многочисленными изменениями в разных сферах жизни, в экономике, административном управлении, в развитии науки, культуры, образования. Проведение этих реформ было связано с деятельностью Петра I, который осуществил масштабную модернизацию страны. Тем не менее, суждение историков о деятельности Петра довольно противоречиво. Петр I родился в 1672 году от второго брака царя Алексея Михайловича с Натальей Кирилловной Нарышкиной. Приходу к власти Петра предшествовала острая политическая борьба, в которой активное участие принимали стрельцы. После смерти Алексея Михайловича ведущее место при дворе заняли Милославские, родственники его первой жены. А на престол был возведен Федор Алексеевич. После его смерти в 1682 году встал вопрос о выборе преемника. Во время восстания стрельцов 15 мая 1682 года были уничтожены видные сторонники Нарышкиных. Первым царем был провозглашен Иван, вторым – Петр, а реальное управление сосредоточилось у царевны Софьи до 1689 года. После смерти Ивана в 1696 году Петр I стал править единолично. Еще во второй половине 17 века в России наметились изменения в сфере государственного управления. Существовала необходимость преодолеть отставание России в военном, хозяйственном, культурном отношениях. Летом 1695 года русские войска осадили Азов, но крепостью овладеть не удалось из-за отсутствия флота, способного блокировать ее с моря. Потерпев неудачу, Петр I начал подготовку ко второму походу и к весне 1696 года был создан Азовский флот, основу которого составляли галеры, и в июле крепость была взята. В 1697 году по распоряжению Петра I в Европу было собрано Великое посольство для поиска союзников в войне с Турецкой Османской империей и в целом для знакомства с европейским бытом, а также наукой и культурой. Для русской армии в Европе закупили ружья, мушкеты, штыки. На службу были наняты иностранные инженеры, около 350 матросов и специалистов других профессий. Петр I вернулся из Европы с пониманием того, что для успешного развития страны России необходим выход к морю. Но вместо борьбы с Турцией за южные моря было принято решение начать борьбу со Швецией и утвердиться на берегах Балтики. В результате в 1700 году началась Северная война, продлившаяся до 1721 года. В связи с этим большое значение придавалось военным преобразованиям. Рекрутские наборы, впервые введенные в 1699 году, стали основным источником комплектования армии. К 1708 году в ее рядах насчитывалось около 113 тысяч человек. Большое значение при подготовке офицерских кадров имели Преображенский и Семеновский полки. В Москве были открыты навигацкая, артиллерийская, инженерные школы. В 1716 году был издан воинский устав, который регламентировал права и обязанности военнослужащих. В 1715 году в Петербурге была открыта морская академия, а в январе 1720 года Петром был издан морской устав. В итоге, к концу первой четверти 18 века Россия стала одной из сильнейших морских держав и имела три флота – Балтийский, Каспийский и Азовский, а русская армия насчитывала около 225 тысяч человек. Социально-экономические преобразования также имели большое значение в годы правления Петра. Северная война вызвала значительный рост государственных повинностей. Население платило налоги на корабельную починку, устанавливались разные поборы, обложению подлежали бороды. С 1700 года правительство стало проводить денежную реформу, связанную с уменьшением количества серебра в монете. Это привело к понижению курса рубля почти в два раза. В 1704 году Петром I была проведена денежная реформа, в результате которой основной денежной единицей стала копейка. В годы правления Петра в России активно создавались мануфактуры в сукноделии, парусно-полотняном, медиплавильном и других производствах. При этом, если первые мануфактуры строились преимущественно за счет казны, то впоследствии преобладающая роль перешла к частному капиталу. Еще на протяжении 17 века происходил процесс стирания граней между поместьем и водчиной. И указ о единонаследии 1714 года оформил их слияние. Указ ограничивал право помещика распоряжаться водчиной. Ее нельзя было продавать, закладывать или делить между наследниками. При Петре активно развивалась внутренняя и внешняя торговля, чему способствовали развитие промышленного и ремесленного производства, выход к Балтийскому морю. Согласно политике протекционизма, осуществлялось ограждение внутреннего рынка от товаров иностранного производства. Так, в соответствии с покровительственным тарифом 1724 года поощрялся вывоз русских товаров за границу и ограничивался ввоз иностранных товаров. Важная социальная мера правительства в отношении крестьян была связана с проведением переписи, итоги которой были использованы для введения подушной подати в 1724 году. Существовавшие ранее подати и поборы отменялись и вводилась единая подать с помещичьего крестьянина мужского пола. Табель о рангах 1722 года устанавливал порядок чинопроизводства в военной и гражданской службе не по знатности, а по личным способностям и заслугам. Не дворянин, дослужившийся по гражданской или военной службе до чина восьмого класса, имел право на получение потомственного дворянства, что должно было служить стимулом к привлечению на службу большего числа людей. Административные реформы. В 1708-1710 годах была проведена областная реформа, в ходе которой страна была разделена на восемь губерний. Например, такие губернии, как Московская, Киевская, Смоленская, Азовская, Казанская и другие. Во главе губерний стояли губернаторы. Губернии делились на провинции, а последние на уезды. В 1699 году вместо Боярской думы Петр I учредил ближнюю канцелярию из восьми доверенных лиц. А в 1711 году вместо нее был учрежден Сенат, который осуществлял надзор и руководство за государственным аппаратом, решал вопросы сбора налогов, ведал торговлей. Одновременно с Сенатом были введены должности фискалов, которые осуществляли негласный надзор за деятельностью учреждений. Еще в 1715 году Петр I пришел к выводу о необходимости реорганизации уже устаревшей системы приказов, которые были введены еще при Иване IV. С 1718 по 1721 год происходила замена старых приказов коллегиями. Новая система характеризовалась более строгим распределением обязанностей. Порядок рассмотрения дел регулировался генеральным регламентом. Кроме того, каждая из коллегий имела свой регламент с перечислением обязанностей той или иной отрасли. Например, внешнеполитические вопросы и состояние вооруженных сил находились в ведении Адмиралтейской военной коллегии и коллегии иностранных дел. Управление легкой промышленностью было сосредоточено на фактур коллегии, а вопросы внешней торговли в коммерц-коллегии. Развитием горного дела занималась Берк-коллегия. В 1721 году была упразднена должность патриарха и учреждена духовная коллегия или сенот. Всех членов Святейшего Сенота назначал император, царь из числа близких к нему церковных иерархов. Проведение данной реформы свидетельствовало о полном подчинении церкви государству. В 1721 году после окончания Северной войны Россия была провозглашена империей, а Петр I императором. В 1722 году Петр I издал указ, по которому государь сам мог назначать себе преемника, но воспользоваться этим правом сам Петр I не успел. В первой четверти XVIII века в России окончательно утверждается абсолютизм, когда монарху принадлежит неограниченная верховная власть. При абсолютизме государство достигает наивысшей степени централизации. Создается разветвленный бюрократический аппарат, постоянная армия. Деятельность органов народного представительства прекращается. После возвращения из Великого посольства Петр I начал вводить новшества по западному образцу. Так распространение получил запрет на бороды. Их разрешалось носить только духовенству, крестьянству и лицам, заплатившим особый налог. Издавались указы, регламентирующие правила ношения европейской одежды. В 1699 году Петр I издал указ, согласно которому началом года стали считать 1 января. С 1 января 1700 года Россия перешла на новое летоисчисление. Если раньше годы считались от сотворения мира, то теперь от Рождества Христова. При Петре I стала издаваться первая печатная газета «Ведомости». Для книг гражданского содержания был введен гражданский шрифт, который по сравнению с церковнославянским был более простым. В первой четверти XVIII века была проведена реорганизация системы обучения. В учебных заведениях на смену богословским предметам пришли математика, инженерное дело, астрономия. По указу 1714 года были открыты цифирные школы, в которых дети изучали арифметику и начало геометрии. При металлургических заводах на Урале и Волонецком округе, в Волонецком крае были организованы горные школы. Особое значение имело строительство каменного Санкт-Петербурга, которое было начато в 1703 году. В этом строительстве активное участие принимали иностранные архитекторы. Была создана новая городская среда, изменилось внутреннее убранство домов. В 1718 году были введены ассамблеи, ставшие для России новой формой досуга. И необходимым атрибутом ассамблей были танцы. В 1719 году была открыта Кунцкамера. Это первый естественно-исторический музей в России. В нем демонстрировались различные экспонаты, зоологические коллекции, старинное оружие. В 1725 году в Петербурге была открыта Академия наук. Итоги преобразований. Россия стала одной из ведущих мировых держав. Были созданы регулярные армии и флот, проведены реформы в сфере государственного устройства и налогового законодательства. Важным результатом преобразований стало появление светской культуры. Серьезные изменения произошли в быту. В результате победы в Северной войне Россия получила выход к Балтийскому морю. Но в то же время Петровская модернизация носила незавершенный характер, так как реформы укрепили институты крепостничества, а промышленность, основанная на крепостном труде, в дальнейшем была обречена на отставание. Произошел раскол и в культурной сфере. Небольшая часть общества была ориентирована на европейские ценности. Для остальных же они оставались чуждыми. Несмотря на противоречивость преобразований, реформы первой четверти XVIII века носили масштабный характер и недаром сам Петр I получил прозвище «Великий». На следующих слайдах представлен список литературы и контактная информация.